Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Покуда каждого дома и семьи делается кем? В основном женщиной. С этим, конечно же, можно поспорить. Однако мы более подробно это рассмотрим и докажем обратное. Секреты молодости, секрет здоровья, секреты отношений этим и многим другим заполнены современные заголовки и программы. Но в чем секрет женской мудрости в доме? Спешу вас удивить и сказать, что их очень много. В смысле секретов женских. Но сегодня мы, пожалуй, остановимся на самом основном. Об этом наша сегодняшняя тема. Будьте с нами. Прежде чем наладить отношения в семье, важно, оказывается, понаблюдать сначала, какая у ваших родных картина мира. У каждого человека она своя, и он ее рисует в детстве. Например, кто-то из ваших членов семьи может быть капризным, кто-то веселым, а кто-то молчаливым. И у каждого из них в детстве была нарисована в голове своя картина относительно всего подряд. Мира, отношений, добра и зла, справедливости и усердности. Людей. Например, то, что они хорошие или плохие. И интересным является именно то, что они смотрят на мир. И на вас в том числе, через эту картину. Они как будто одевают очки из своих картин и смотрят на мир. У капризного эта картина своя, у веселого своя, а у молчаливого своя. И для того, чтобы все друг друга понимали, нужно, оказывается, сначала посмотреть на мир его глазами. Ну, хотя бы попробовать. То есть постараться поставить себя на его место. Многие с удивлением обнаруживают, что, в принципе, можно понять другого человека, если встать на его место. Это неудивительно, ведь вы смотрите на вещи от первого лица, от его лица. Мы, оказывается, больше всего уделяем внимание тому, что касается нас самих. Поэтому самый быстрый способ понять человека – это встать на его место. Посмотреть через его картину мира. Когда вы узнаете внутреннюю картину мира, члена вашей семьи, то вам будет легче его понять. Потому что вам сразу станет понятен ход его мыслей, его чувства, его опасения, то, что его радует или огорчает. Важно при этом, чтобы в разговоре с ним вы использовали его понятия, говорили на его языке и ориентировались на его картину мира. Например, если он или она любит красный цвет, то говорить о нём. Если любит политику, то обсуждать интересные изменения в законах. Если любит играть в игры, в машинки, например, то обсудить модели этих машин. Другими словами, вы как будто подстраиваетесь под его картину мира. Как мы видим, узнав картину мира человека, нам легче его понять. А он, в свою очередь, будет чувствовать себя легко и спокойно. Так как, оказывается, каждому человеку хочется чувствовать спокойствие, то, что его понимают и выслушивают, то, что он хочет сказать и донести. Интересным также является и то, что как только вы начинаете интересоваться его внутренней картиной, его мыслями, чувствами, по инерции, и он, оказывается, тоже начинает интересоваться нашим внутренним миром. Поэтому, если мы хотим донести что-то до него, необходимо сначала выслушать, послушать его идеи, его установки и потом лишь говорить. Вторым важным аспектом женской мудрости в доме является умение слушать. Когда вы чувствуете, что члены вашей семьи хотят поделиться новостями или своим мнением, желательно отложить дела, выслушать и уделить этому немного времени. Так как мысли не ждут, и порой бывает так, что если вы его не выслушаете, то он будет искать поддержку вне дома. А где гарантия, что человек, который ему дает советы, порядочный или дает правильный совет? Сила женщины в ее слабости. Вы тоже так считаете? Мы тоже так считаем. И это третий аспект, которому необходимо уделить особенное внимание. Иногда, оказывается, лучше показать, что вы нуждаетесь в помощи ваших родных, показывая им тем самым, что вам необходима их поддержка. Кстати, для женщины совершенно нормально быть слабой. Более того, это ее естественное состояние, она ведь создана таковой. Когда мы просим кого-то из близких помочь нам, то он или она чувствует себя очень нужным и полезным. Кроме того, у каждого человека в вашей семье есть свои особенные таланты и умения, дарованные ему Аллахом. Важно выявить их, и когда вы просите их помочь, попросите помочь именно в том, что он хорошо делает. При этом замечаете ли вы, что когда мы требуем помощь или приказываем, то получаем обратный результат, и этот человек не хочет ничего делать. Секрет кроется в том, что мы за него решили, что он должен делать и что он должен помочь. А помощь, как известно, добровольное деяние, которое не подлежит принуждению. Следующий аспект напрямую связан с предыдущим – это уважение. Что бы ни происходило в доме, уважение – это та ниточка, которая воедино связывает всю вашу семью. Уважение к себе вы сможете получить только уважая других, так как каждый человек очень остро реагирует на неуважение. Это связано с тем, что его честь неприкосновенна по воле Всевышнего Аллаха, и он всегда бессознательно это чувствует. И последний аспект на сегодня – это уверенный совет. Бывают моменты в жизни, когда вашим близким необходим ваш совет. Важно при этом, чтобы вы, внимательно выслушав их, выразили свое уверенное мнение. Так как каждому из них необходима поддержка, и они верят, что вы желаете им самого хорошего, а соответственно, пожелаете, посоветуете самое лучшее. Ваши советы должны быть уверенными и ободряющими. Такими, например, как «Ты молодец, у тебя все получится». Или «Это все пройдет, вот увидишь, завтра с новыми силами ты сделаешь это еще лучше». Или «Надеюсь, ты понимаешь, насколько все наладится, потому что Аллах с терпеливыми». Таким образом, проявляя мудрость в семье, важно познакомиться с картиной мира ваших близких, мысленно встать на его место, внимательно слушать, когда они говорят свое мнение, иногда просить вам помочь по дому, проявлять уважение к каждому, даже мысленно, думая о нем, подбадривать уверенным советом. Как вы видите, мудрость женщины в доме проявляется прежде всего в том, что она умеет разбираться вообще, что необходимо членам семьи, чем они живут, чем интересуются и чего опасаются, как они представляют мир и людей вокруг. А мы напоминаем вам о том, что у нас есть рубрика «Вопрос психологу». Пожалуйста, отправляйте свои вопросы на данный e-mail и номер WhatsApp, который вы увидите на своем экране. К нам поступил вопрос, давайте его рассмотрим. «Здравствуйте! Моя сестра постоянно ко мне придирается. И это не так, и то не так. Все, что бы я ни делала, я делаю неправильно. Я стараюсь не ругаться, но сил уже нет. Что мне делать?» Говорят, неразумные люди спорят с другими, а мудрые — с самими собой. Каждая женщина является счастливой обладательницей большого дара от Аллаха, умением успокаивать, радовать, налаживать отношения и проявлять свою женскую мудрость в доме. Как говорится, было бы желание. Дорогие телезрители, мы надеемся, что наши рекомендации принесут вам пользу. С вами была программа «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok